МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Юлия Важенина. Сегодня в выпуске. Милосердие без границ и временных рамок в Москве подвели итоги года добровольца. И в огонь, и в воду сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели всей страны. Снегу бой городские службы продолжают борьбу с осадками. Глава Чуваши Михаил Игнатьев принял участие в итоговом заседании Государственного совета страны. Вот что передают мои коллеги из Москвы. Год добровольца подходит к концу, но внимание к работе волонтеров должно усиливаться. Какие меры необходимо принять, обсуждали в Кремле на итоговом заседании Госсовета страны. Приоритеты перед властями расставил президент России Владимир Путин. Добровольчеству нет границ. Армия волонтеров увеличивается. Только в республике на помощь к людям готовы прийти более 50 тысяч человек. И желающих стать участниками этого общероссийского масштабного проекта становится все больше. Одна из инициатив Владимира Путина создание центров подготовки волонтеров. Где волонтеры и люди, которые нуждаются в помощи, смогут проще и быстрее находить друг друга. Такие точки притяжения должны быть в городах, в других населенных пунктах, в школах, в колледжах, в высших учебных заведениях. Запрос у молодежи на участие в волонтерском движении очень большой. Мы это с вами видим, знаем. Так же, как и готовность старшего поколения направлять свой опыт и знания на благо общества. Нужно поддерживать и бизнес, безусловно, отечественный по созданию корпоративных волонтерских центров. Это уже делается, нужно это движение поддержать. Президент поручил региональным властям внедрить стандарты поддержки волонтеров и разработать алгоритмы действий. Владимир Путин отметил и роль НКО. Некоммерческие организации должны получить статус исполнителей социальных услуг. Что предлагаю в этой связи? Фонд президентских грантов уже поддержал почти 7 тысяч проектов НКО. Система здесь справедливая и, главное, прозрачная. Сразу видно, на каких основаниях получен грант, какие практические результаты достигнуты. Думаю, будет правильно, если НКО, которые выиграли гранты и успешно реализовали свои проекты, что называется автоматически, получат статус исполнителя общественно-полезных услуг. Без избыточных формальностей, поскольку, это понятно, они уже делом доказали свою состоятельность. Но если гранты получили, прошли соответствующую селекцию и отбор, это само по себе уже о многом говорит. Свои инициативы членам госсовета волонтеры смогли озвучить напрямую. Добровольцев пригласили в Кремль на подведение итогов работы за год. Сегодня волонтерство – это уже не так, как принято считать раньше дело младых исключительно. Волонтерство сегодня – это дети от 8 лет, совсем маленькие, принимают участие и пожилые люди, так называемые серебряные волонтеры, которые во всех регионах нашей страны помогают детям, бесплатно преподают, принимают участие в крупнейших событиях, как полноценные организаторы. У нас, например, в этом году в рамках чемпионата мира по футболу, в рамках волонтерской программы, самый, скажем так, опытный волонтер, ему было 86 лет. Центры подготовки волонтеров, о которых упоминал президент, уже создаются в республике. Более 30 добровольческих организаций региона получили гранты из федеральных фондов. Два проекта из Чувашии вошли в десятку лучших по стране. Все те проекты, которые были представлены с учетом инициативы самих общественных некоммерческих организаций, мы их поддерживали и будем поддерживать. И 2019 год для нас по линии волонтерского движения будет наиболее социально ориентированной, это очень важно, по образовательной среде, в сфере здравоохранения, в сфере обеспечения социальной защиты. Для развития добровольчества создают и правовую основу. В правительстве утвердили госпрограмму поддержки волонтеров. В рамках национального проекта образования стартует реализация федерального проекта «Социальная активность». Одна из его ключевых задач – это расширение участия по вовлечению в 2024 году в добровольческую деятельность 20% наших граждан, это практически 30 миллионов человек. По линии развития добровольчества в рамках федерального проекта в период этих шести лет будут направлены средства в объеме чуть более 27 миллиардов рублей. Почти 2 миллиарда рублей из этой суммы будет направлено на создание системы социальной поддержки добровольцев, которая охватит территорию всей страны. Добровольцами сегодня стали и руководители субъектов федерации. В рамках новогодней акции главы регионов исполняют детские мечты, спрятанные в шарах, висячих на елках в залах Кремля. Трофим Егоров из Новочебоксарска давно хотел получить массажный стол для лечебных процедур. Михаил Игнатьев пообещал помочь мальчику до Нового года. Чтобы дать ребенку, допустим, счастливые минуты, чтобы до начала нового 2019 года его желание претворить в реальную жизнь, хочу сказать. Я абсолютно уверен в том, что волонтерское движение одним годом оно не заканчивается. Волонтерское движение было, есть и будет на территории нашей республики, нашей любимой Российской Федерации. Марафон добрых дел продолжается. Милосердие, вера и надежда были и остаются главными духовными ценностями нашего общества, отметил президент. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Чебоксарское городское собрание депутатов утвердило финансовый план столицы Чувашии на 2019 и ближайшие три года. Доходы бюджета Чебоксар на 2019 год прогнозируются в объеме 11,6 миллиардов рублей. Расходы 11,8 миллиардов. Дефицит 200 миллионов. Городская казна сформирована таким образом, чтобы профинансировать все 20 муниципальных программ и выполнить обязательства по четырем региональным проектам. Образование, жилье и городская среда, демография и безопасные качественные дороги. Глава администрации города Алексей Ладоков подчеркнул, это не окончательные цифры. Практика показывает, что доходы в процессе работы увеличиваются во многом за счет поддержки республиканского бюджета. В прошлом году мы утвердили бюджет в размере 10,2 миллиарда рублей. На сегодняшний день он составляет 12,2 миллиарда рублей. Причем безвозмездные перечисления в начале были 6,1 миллиарда. В итоге вышли почти на 8 миллиардов. Рост 30% в течение года. По многим направлениям идет поддержка. Вы ее видите и ощущаете. Такого объема строительства в городе не было давно. Сколько лет мы работаем, такого не было никогда. На заседании городским руководителям вручили диплом регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». В номинации «Обеспечение эффективной обратной связи с жителями муниципальных образований и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления Чебоксары заняли второе место». Администрация города Чебоксары продолжает изучать мнение жителей о транспортном обслуживании в столице. Напомним, транспортная реформа стартовала 1 декабря и горожане предложили скорректировать ряд новых маршрутов. С 25 по 29 декабря идет голосование на портале «Открытый город». Чебоксарцы предложили скорректировать некоторые автобусные и троллейбусные маршруты. В начале декабря во всех районных администрациях прошли встречи с инициативными горожанами. С их помощью были сформированы предложения по частичной реорганизации транспортной сети столицы. За то или иное мнение можно проголосовать в мобильном приложении «Открытый город». Сейчас я тоже попробую проголосовать. Итак, скачиваем приложение «Открытый город». Кстати, это бесплатно. Регистрируемся все стандартно по номеру телефона и коду подтверждения. Очень быстро. Вот все. Теперь я тоже могу принять участие в вопросе. Внимательно изучаем вопросы. Сейчас можно оставить свое мнение о возможном изменении схем движения автобусов номер 7, 12, 20, 22, 26, 41, 42, 45, 46. Троллейбусов номер 15, 18, 19 и 22. Каждый ответ фиксируется. Для меня это очень удобно, мне кажется. Ну, как представителю молодежного такого поколения. Скачать мобильное приложение не стоит ничего, по сути. Это гораздо удобнее, чем заходить на сайт даже. Потому что мы чаще сидим в телефонах. Одно из голосований – это голосование по поводу транспортной реформы, про введение новых автобусов в городе и удаление старых маршрутов. Для меня этот вопрос очень актуален, и я бы приняла участие в этом голосовании. Я думаю, это очень важно, особенно если после голосований и каких-то наболевших вопросов эти вопросы решаются в конце концов. Приложение, конечно, нужно. Есть все-таки какая-то информация, которую иногда нужно получить в плане и мобильности своими перемещениями по городу, что-то узнать, как-то рационально распределить свое время, распланировать что-то. В принципе, приложение удобное, хорошее. Но так пока еще активно пользоваться не начал, так сказать, только пока узнал о нем совсем недавно. Но, думаю, в дальнейшем буду пользоваться им. Я голосовать буду обязательно, потому что сейчас домой пойду, я вот так не могу, обязательно проголосую. Мне не надо всегда спрашивать, мне не надо. Потому что это же мы же ездим, нам же это надо. Голосование продлится до 29 декабря, и только потом будет принято окончательное решение. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. В Новый год с новым ремонтом в Новочебоксарске на улице Советская, 18, завершился капитальный ремонт многоквартирного дома. Вот батареи я свои же оставила. Вот они терморегуляторы тоже вот здесь внизу у меня. Мальчик там убрали белые самые. А вот для циркуляции сказали, вот трубу на другую врезать. Вот другую трубу тоже врезали. Аккуратно сделали все. А тут вот этот самый горячий воду они поменяли. Потрогайте, какая горячая. Потрогайте. А раньше у нас труба холодная была. Вот потрогайте тоже. Действительно, очень горячая труба. Очень горячая. Невозможно даже долго держать. Людмила Петровна с гордостью показывает новые трубы и рассказывает, как убеждала на собрании всех жильцов аккуратно платить за капремонт. Результатов ждали недолго. За собираемость свыше 90% им сделали ремонт намного раньше запланированного срока. То есть, если есть необходимость переноса сроков, то естественно решение такое может быть принято о переносе сроков со своими собственниками. Но немаловажный фактор при переносе сроков это естественно собираемость взносов фонд капитального ремонта. Программа с 2014 года, средняя собираемость за все эти годы составляет 85%. А если брать чисто вот этот, текущий год уходящий, то получается собираемость 100%. То есть, все, что начислили в этом году, оно в принципе уже оплачено фонд капитального ремонта. В этом году 321-моквартирный дом по этой программе был отремонтирован. В том числе это 93 дома, которые были за счет экономии, произведенных по торгам, отремонтированы дополнительно. Светлые подъезды, чистые лестничные площадки, новые почтовые ящики. 18-й дом на Советской вполне сойдет за образцовый. Крышу здесь обновили еще в 2016-м, также по программе капремонта. Козырьки над подъездами отремонтировали по статье текущего ремонта. А теперь обновили и коммуникации. Здесь были проведены работы по замене горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, подрядной организации «Горес». Сумма работы более 5 миллионов рублей. То есть, контроль, так скажем, осуществлялся и сотрудниками администрации города Ново-Чебоксарска и представителям управляющих компаний. Раньше, рассказывает Людмила Петровна, из крана с горячей водой долго текла холодная, только потом нагревалась. После ремонта эта проблема решилась. Хотя замену труб производили в октябре, жильцам не пришлось мерзнуть. Стояки отключали по очереди. Общий домовой регулятор тепла установили в подвале, а в квартирах он у каждого свой. Поэтому можно самим выбирать комфортную температуру. Очень-очень довольна, что вот такой ремонт большой. ГВЕС, ХВЕС, канализация, отопление сделали. Я очень довольна. Ну, по всем квартирам ходил. Потом я говорю, что все нормально, все хорошо. Всего в Ново-Чебоксарске по программе капитального ремонта в этом году отремонтировали 28 домов. 9 из них за счет сэкономленных средств. Город Химиков на втором месте после Порецкого района по собираемости взносов. В следующем году капремонт придет в 209 многоквартирных домов республики. Если за счет конкурсных процедур удастся сэкономить средства, то список увеличится. Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, Республика. Праздник настоящих героев, всех тех, кто спешит на выручку людям, оказавшимся в беде. Сегодня по всей стране чествуют спасателей. И в огонь, и в воду сегодня свой профессиональный праздник отмечают спасатели всей страны. Два миллиона спасенных жизней – так в цифрах выглядит работа МЧС России за 28 лет существования службы. Что касается Чувашии, то наши герои только за этот год спасли более 700 человек. Всех поздравляю с этим праздником. Желаю ветеранам долгих лет жизни и всегда хорошего настроения. Мы рады видеть вас в наших стенах. Рады, когда вы приходите к нам, делитесь опытом. Молодежи с желанием принимать этот опыт. Ежегодно в этот праздник награждают лучших из лучших. Медали за безупречную службу, за содружество во имя спасения, за пропаганду спасательного дела получили многие сотрудники. Памятную медаль вручили и премьер-министру Ивану Маторину, как руководителю штаба гражданской обороны Чувашской Республики. Старший пожарный Алексей Андреев в числе награжденных медалью за отвагу на пожаре. При тушении одного из горящих зданий в Новочебоксарске Алексей вместе с коллегами спасли около 30 человек. Я очень рад, это моя первая награда за отвагу на пожаре. Работаю я с 2010 года, получается, по всей армии пришел сразу сюда. Работа мне очень нравится. Сам не ожидал, потому что сюда попаду, наверное. В детстве мечтал. Были детские мечты. Не думал никогда, что буду здесь работать. Совершенствование системы гражданской обороны Республики и построение систем комплексной безопасности жизнедеятельности населения. Таковы планы управления МЧС по Чувашии на следующий год. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Одно из направлений работы спасателей – помогать тем, кто не представляет свою жизнь без подлёдной рыбалки. К сожалению, тихая охота часто заканчивается бедой, тогда, когда не соблюдаются меры безопасности. Как это бывает на самом деле, во время учения показали специалисты МЧС России. Толщина льда на реке неоднородна. Местами наблюдаются многочисленные промоины. Чтобы оказаться в студённой воде, достаточно одного неверного движения. На спасение утопающего есть не более 10 минут. Промедление чревато переохлаждением. Чтобы быстро добраться к месту условного ЧП, сотрудники экстренной службы используют специальное судно-амфибию «Аэросани». В считанные минуты вызвали в пострадавшего из промоины. Спасатели передают его в руки медиков. Следом к работе приступает бригада, в задачу которой входит подъём со дна погибших из затопленной техники. Действия водолазов и механизмов контролируются при помощи подводной камеры. Для разведки зоны бедствия с воздуха задействуется беспилотный летательный аппарат. Как отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России Почувашии Герман Майков, целью учений стала отработка совместных действий аварийно-спасательных формирований. Боевое слаживание прошли сотрудники МЧС России, работники поисково-спасательной службы, медики и специалисты спасательного отряда города Чебоксары. Без проведения тренировочных работ провести эту работу очень сложно в реальных условиях. Реалии сегодня вы посмотрели. Если машина уходит под лёд, то действительно спасательная служба должна быть слажена, отработана, все структуры друг за другом. Наш первый, если есть возможность спасать живых, то наша водолазная группа приезжает, спасает живых, а потом нашим вторым этапом мы уже достаем те машины, которые остаются под льдом. Тренировочная работа, которую мы проводим постоянно, она даёт нам держать на боевой службе готовности, номер один, поисково-спасательной службы. Городские службы продолжают бороться со снегом. Сейчас метель утихла. В Чебоксарах чистят дороги 76 единиц спецтехники. А в пик снегопада 26 и 27 декабря был, как говорят специалисты, полный выход. Снегоуборочная техника работает круглые сутки. В 8 вечера пересменка. На дороги выходят ночные рабочие. По графику им предстоит чистить дороги до 8 утра. В диспетчерской отслеживают маршрут каждой машины и координируют. Там тебе на помощь освободиться? Чупрунов приедет. У него Марпасадская новый город. Потом приедет на тракторостроителей. Поняли, поняли. Этот ротор идет по Новоюжному району. Выбрасывает снег с проезжей части на обочину без пешеходной зоны. Его маршрут – проспект Ивана Яковлева, Ленинского комсомола, Хивежская, проспект Мира, Шумилова, Хузангая, Кукшумская. Пошел снег, мы сразу начинаем обрабатывать его песчано-соляной смесью дороги. Обрабатываем снег. Снег появился где-то 5 сантиметров. Начинаем подметать. Подметаем эту всю шульгу за дороги. Сметаем. Потом по новой подметаем. И прижимаем к бордюру. После этого начинаем убирать. Ротором выбрасываем, снегопогрузчиками вывозим. Снегопогрузчик на Московском мосту заполняет очередь из самосвалов, которые вывозят снег на специальные площадки. Днем у нас работало 113 единиц техники. И 111 человек, человек дорожных рабочих работало на уборке города. В ночное время сейчас работает в данный момент 73 единицы техники. Из них 26 КДМок, 3 Григера, 4 ротора, 3 фронтальных погрузчика, 11 единиц самосвалов. В сильные и затяжные снегопады, как в эти дни, возрастает количество аварий. Если в обычный день их около 25, то в непогоду вдвое больше. Сотрудники ДПС тоже дежурят на дорогах и оперативно передают информацию, например, о фурах, застрявших на подъемах. Данную информацию проверяет экипаж ДПС. Если данная информация подтверждается, мы информируем дежурного нашего, который находится в центре управления нарядом. Он звонит непосредственно диспетчера Дорекса и уже точечно подъезжает КДМка и спискоразбрасыватель обрабатывает данный участок и оказывает содействие. Полторы тысячи тонн песчано-соляной смеси и других противогололедных реагентов было использовано за минувшие сутки. И почти две тысячи тонн снега вывезли на снежную свалку. Ирина Волкова, Борис Андреев, Республика. В преддверии новогодних праздников леса и дороги под особым контролем. Сотрудники МВД вместе с лесничами проводят рейды и проверки автотранспорта. Специалисты напоминают, живые елки надо покупать, а не рубить в лесу. В Чебоксарах работают елочные базары. Купить зеленую красавицу можно на 14 столичных площадках до 31 декабря. Одна из площадок возле ДК «Салют». Покупателей здесь достаточно. Мы предпочитаем только живую. Потому что живая – это же жизнь. Надо покупать на официальном базаре. Зачем портить лес-то? Нормально. По сравнению с прошлым годом, цены почти приемлемые. Почти такие же. 50 рублей. Нет, не изменились. Рубля 50 только подорожали. Живые, только живые. Никогда в жизни не покупал искусственную елку. Живую елку ставлю всю жизнь. Всегда. Потому что ощущения совершенно другие на Новый год. Во-первых, это запах хвои чудесный. Во-вторых, это для здоровья. Фитонциды полезные. И сама елка. Поэтому я сторонница вот таких елок, которые выращены специально в питомнике. Вот нам привозят из Кирова. Запах такой приятный. Можно утром встать и сразу взбодриться из-за запаха. Настоящую можно потом приехать на дачу, посадить ее там. У меня дом большая елка, пушистая. Мы наряжали ее всей семьей. И там много разных игрушек. Обычно это шарики. И на самом верхушке у нас звезда. Кроме этого, елочки продают у универмага «Шубашкар» магазины «Европа» на московском рынке. Полный список адресов указан на сайте столичной мэрии. А мы напоминаем. Не покупайте елки у случайных продавцов. Они, скорее всего, срублены без лицензии. Штраф за незаконную рубку ели равен от 3 до 4 тысяч рублей для физических лиц и от 200 до 300 тысяч для юридических. Рубить в лесу ветки елей, сосен и других хвойных пород также запрещено. За два и более срубленных дерева наступает уголовная ответственность. Не портите себе праздники. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Свето-художественное и эстетическое оформление в деревне. Мастера на все руки в Мариинско-Пасадском районе создают новогоднее настроение себе и односельчанам. Летом клумбы, зимой скульптуры. Возле дома Владимира Патерова в деревне Большое Ак-Козино. Всегда есть чем полюбоваться. Под Новый год он традиционно лепит елку, снегурку и разных зверят. В этом году труднее было, конечно, со снегом. Тепла не было осенью. И пришлось вручную как бы замесить. И трудновато было. Но планы еще есть. До Нового года еще постараемся что-нибудь еще сделать. Змей Горыныч я хочу. Потому что Змей Горыныч это самый для меня пик, как бы считается. Она трудновато как-то. И там ешь, и надо подлиннее делать. И чтоб горело, чтоб все. Ну, настоящее, чтоб было. Реалистичная собака и свинья, как символы уходящего и наступающего года, создают новогоднее настроение жителям Октябрьского села. Мастерит Геннадий Григорьев из снега и из дерева. Вначале для себя, для детей. А потом оказалось это хорошо и прекрасно для других. Соседи радуются, односельчане радуются. А в последнее время мы это делаем для своей любимой внучки Яночки. Она живет в Челябинске, ей три года. В этом году она приедет. В селе сложилась здоровая конкуренция. Свой дом вслед за Геннадием Петровичем украсил глава сельского поселения Владимир Кураков. 120 метров гирлянд сияют и днем, и вечером. Владимир Федорович, мой оппонент в этом вопросе, соперник, он тоже очень хорошо начал украшать. Таких людей стало очень много в нашем селе, и это замечательно. Зимнюю красоту решили заявить на конкурс. Вначале на районный, рождественское сияние, а лучшие хозяйства будут участвовать в Республиканском. Ирина Волкова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова